Заряженные фольксвагены обычно носят шильдик GTI, но самая мощная версия седана Polo, выпускающегося в Калуге, получила всего две буквы G и T. Неужели нам что-то не додали? Главное отличие Polo GT от остальных Polo – турбомотор объемом 1400 кубиков и мощностью 125 лошадиных сил. Polo GT действительно один из самых быстрых седанов в сегменте дешевле миллиона рублей. Хотя внешность спокойна. Колесные диски найдем больше, а не 16-дюймовые. Решетка радиатора и бампера декорированы в стиле GTI. На порогах декоративные накладки. Корпуса небольших наружных зеркал, кстати, оснащенных электроприводом складывания, окрашены в черный цвет. Что еще? Двойная насадка на выхлопную трубу и крошечный задний спойлерок, а также опционные наклейки-полоски и черная крыша. Из действительно полезного – ксеноновые фары со светодиодными ходовыми огнями. Есть и поворотный свет, причем обеспечивается он специальными мощными фонарями в самих фарах, а не противотуманка. В салоне тоже нет буйства спортивного духа, однако оснащение хорошее. Руль здесь оригинальный, но главный его плюс – очень удобные кнопки на спицах. Они сами просятся под пальцами. Штатные сиденья обиты тканью в клеточку. Есть фирменные коврики и металлические накладки на педали. Хотя бюджетное решение не скрыть. Ткани на дверных панелях нет, бардачок открывается с гулким стуком и так далее. Практичностью ради спорта жертвовать не пришлось совсем. В версии GT Поло все так же уверенно вмещает трех человек на заднем диване и радует большим, аккуратно отделанным багажником. Ну а если это спорт, тогда вперед на ралли! На Поло GT в экипаже с Павлом Карином мы стартовали в любительском ралли-марафоне «Тысяча верст». Как раз в конце октября Московскую Ярославскую области завалило снегом, но доставшийся нам седьмой стартовый номер, видимо, оказался счастливым. Стартуем затемно, рано утром в субботу. Буквально за час до старта получаем маршрутные документы и пытаемся разгадать, какими дорогами пойдет трасса. Чтобы было интереснее, это держится в тайне. Основной принцип любительского ралли – ехать точно по графику, хотя встречаются и дополнительные соревнования, где приходится поднажать. Стартуя на первом слаломе, отмечаем невнятный привод сцепления, осложняющий трогание, и неотключаемую, как оказалось, систему стабилизации, которая тормозит поло в скольжении. Постепенно удаляясь от столицы, проезжаем села и деревни, разрушенные и восстановленные церкви, а порой и такие места, в которые мы никогда не заехали бы добровольно. Штурман пытается разобраться в загадках навигации, а попутно рассчитывает, не опережаем ли мы среднюю скорость. Конечно, существуют электронные приборы и программы для планшета, облегчающие такие расчеты. Но стоило ли тогда покидать уютный офис и ехать за 3-9 земель, чтобы снова уставиться в монитор? Все чаще Паша читает предупреждение о ХД. ХД – это такая плохая дорога, плохая на букву Х. Увы, энергоемкость подвески у пола – вот именно что Х никакая, и все сильные удары приходят на кузов. И только на более-менее ровном асфальте плавность хода снова становится приятной и даже породистой. Чем дальше от Москвы, тем дороги, конечно, хуже. Начинаются грейдеры, посыпанный песком асфальт. Поскольку подобные ралли проводятся в рамках правил дорожного движения, мы не превышаем. Тем более, что передо мной закреплен смартфон, по которому мы следим не только за расстоянием, но и за точной скоростью, измеренной по спутникам GPS. В принципе, полы GT легко выходят за ограничения. Разгонная динамика не будоражит кровь, однако запас по тяге почти что дизельный. Обгоны легки, да и разгон с места легкой машинке дается без труда. Основной документ экипажа – так называемая контрольная карта, в которую судьи записывают время прохождения контрольных пунктов. Мелочь, но здесь автодоводчики стекол делают штурманские будни краши. А может быть, именно довольный штурман – причина того, что первый из двух дней 800-километрового марафона мы неожиданно завершаем на первом месте. Ну что, в спорткафе? Да, в спорткафе. Конно-спортивного клуба. Какая-то связь с Феррари. Водитель же радуется утром, когда видит работу электрообогрева лобового стекла. Лед сходит буквально на глазах. Правда, большого удовольствия от управляемости ему не получить. Для этого Polo GT слишком безопасен и правилен. Как, впрочем, и обычный седан Polo, с которым его объединяют на стройке шасси. Наверное, это правильно для гражданского автомобиля. Ведь чего только не бывает в провинции. Вот даже квадроциклы толпами выскакивают на дороге. Для машины с буквами GT хочется побольше перчика. Однако любительское ралли – это не гонка. Нашим главным соперником было время, а Polo GT вполне успешно помогал соблюдать все нормативы. Удивительно, но мы оказываемся первыми из полусотни экипажей. И это лучшее доказательство того, что и двух буквы G и T вполне достаточно для наполнения крови адреналином.